Где есть рукоприкладство, там уже нет семьи. Отказываясь верить в это жертва, до последнего надеется сохранить отношения. По факту, еще больше развязывает руки домашнему тирану. Самое страшное, когда свидетелями драмы становятся дети. Хорошо, что их не было в семье Дарьи. Ведь побои от супруга в состоянии алкогольного опьянения стали настоящим кошмаром семейной жизни. Вышла замуж, был хороший муж, потом стал пить и стал бить. Очень сильно. Соседи прибегали, потому что слышали, как он меня избивает. Прибегали соседи, оттягивали его. Просто ни с того, ни с сего. Вы неоднократно обращались в милицию. И каков результат? Что сейчас вы можете сказать? На него заведено уголовное дело. Вот сегодня я была в милиции по истязанию. Что вы посоветуете женщинам, которые оказались в такой же ситуации, как и вы? Бежать. Бежать, только бежать. Куда бежать, если нет друзей и родственников? А самый близкий человек, как в страшной сказке, в один миг превратился в чудовище. Выход есть на базе Московского и Ленинского районов города Бреста существуют специальные кризисные центры. В этой квартире есть все необходимое. Мебель, бытовая техника и даже запас продуктов на первое время. Но самое главное, что здесь есть, это тревожная кнопка на случай нежданных гостей. Стоит отметить, что анонимность нахождения гарантирована. А для того, чтобы попасть сюда, достаточно обратиться по телефону 102. Незамедлительно сотрудники милиции выбывают на место происшествия. Там работают непосредственно с заявителем, смотрят обстановку, изучают, что в семье происходит. Дают правовую оценку непосредственно действиям того же семейного агрессора, скажем так. При необходимости изолируют его из семьи. Заявителю разъясняется, куда можно обратиться за психологической помощью. При необходимости могут обратиться в кризисную комнату. Истории жертв домашнего насилия списаны как под копирку. Вечером истязания и побои, утром раскаяния и клятвы в вечной любви. То, что обещание сожителя ничего не стоит, после очередных побоев поняла и брещанка Елена. Пришло сознание, что она ходит по замкнутому кругу. Когда выпьет, что-то ему не нравится, все свои неприятности на меня переносит. Ну, я прощала ему. Ну, и стало уже в порядке вещей, как бы, меня обижать. Что стало последней каплей? После чего вы уже обратились в милицию? Закончилось мое терпение. Я поняла, что в сказки я больше не верю. Что вы посоветуете женщинам, которые в подобной ситуации находятся? Ну, это банально, как бы, если один раз ударил, это уже 100% будет дальше избивать, если простить первый раз. В случае обращения в первый раз в отношении нарушителя спокойствия выносится официальное предупреждение. В последующем, если агрессия повторяется, то привлекается к административной ответственности. Также, если трижды в течение года будут причинены побои, наступает уголовная ответственность по статье 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это истязание. В рамках акции будет усилена предметная работа с теми, кто не дает покоя родным. Причем акцент будет делаться не только на лиц, которые состоят на учете в органах внутренних дел, но и тех, в отношении кого поступали сообщения о насилии в семье. Зачастую от звонка в милицию удерживают боязнь огласки дети или материальная зависимость. Нужна решимость, чтобы сделать первый шаг. Наградой за нее станет новая жизнь, в которой нет места насилию.